Чей борщ? Кулинарная драма с политическим подтекстом. Григорий Игнатов в журналистской правде за 7 декабря 2020 года. Абсолютно бесчеловечно поступил и юморист Андрей Бочаров, запостивший у себя на страничке фотографию тарелки борща с подписью. После катка отлично заходит русский борщ, ведь не мог он не знать, к чему это приведет. И привело. Больше 3000 комментариев полыхали негодованием от факта, что кто-то посмел назвать исконно украинский борщ русским. Потенциальная утрата борща, кажется, задела украинское самолюбие даже сильнее, чем утрата Крыма. Однако, кто ж тут прав в этой ситуации? В самом деле, бывает ли борщ не украинский, а точнее русский? С точки зрения очень короткой исторической памяти, вроде бы нет. Борщ прочно ассоциируется с украинской кухней, равно как и галушки сало и самогон-первак. С другой стороны, даже самый беглый взгляд на кухни прочих народов показывает, что сало любят и немцы, и поляки, и прочие европейцы, что галушки умеют готовить на Кавказе, а про самогоны говорить нечего. Ничего уникального в нем нет. С борщом дело обстоит ровно точно так же, если не более выразительно. Белорусский борщ, польский барщ, литовский барщ-чай, румынский и молдавский борщ. Как видим, география блюда не просто идентичного по рецепту, а и совпадающего по названию очень широка. Везде им обозначается суп красного цвета со свеклой. Само же название пошло от того, что изначально так называли просто похлебку из съедобного борщевика, не современного двухметрового жгучего ядовитого борщевика сосновского борщевика обыкновенного, который извался попросту борщом. Рецепт борща именно по таким названиям встречается уже в первой российской поваренной книге 18 века. Поваренные записки Сергея Друковцева, вышедшей в Петербурге в 1779 году. Возьми коренье петрушки, постернак, селерею, лук, морковь, репу, свеклу, капусту свежую, всего по равной доле. Очисти и зруби. Налей красным бульоном, положи без жира всякого мяса, ветчины, говядины. Я сейчас слюну и захлебнусь. Селятины, баранины. Изрезав мелко кусками горсть перцу нетоленого. Варив котле под крышкою, и как все оное поспеет, заквась крепко уксусом, положи соли, по пропорции будет борщ. Звучит, конечно, как из рецепта, как рецепт из курса по зельеварению, но есть и все нужные ингредиенты. И само название – борщ. Никаких намеков на его экзотическую для русского человека природу нет. Да и предполагать, что автор пишет о каком-то неизвестном тогдашнем поварам блюде, тоже нелогично. В короткую книжицу попали рецепты блюд распространенных, любимых и востребованных. А значит, уже в 18 веке в России охотно ели борщ и умели его готовить без всяких малороссийских подсказок. В более поздних российских кулинарных изданиях. И в самом деле есть рецепты украинского или малороссийского борща. Но, собственно, что это доказывает? Что борщ умели готовить не только в России, но и на Украине. Так этого никто и не отрицает. Самое смешное, что в поваренной книге 1844 года встречается даже французский борщ. Вот как широка была распространенность этого исконно украинского блюда. Короче, как ни крути, а борщ вполне может быть русским. А уж исключительно украинцам он в любом случае не принадлежит. В чем же тогда причина такой болезненной реакции жителей соседней страны по поводу чужих кулинарных мнений? Их несколько. Начнем с того, что слишком просто попасть в логическую ловушку и начать считать, что раз нечто где-то распространено, то оно и принадлежит этому месту. Следуя такой логике, Украина родина автомобилестроения, раз там есть несколько автозаводов. Кстати, они же еще есть или уже нет? Далее, не в первый раз с соседним странам вступают споры из-за популярных блюд. Армяне и азербайджанцы не могут поделить лаваш, арабо-израильтяне хумус, А кимчи, вообще каждый азиат считает собственностью только своей страны. И, наконец, психологические комплексы. В ситуации, когда идеологией современного украинского государства стало всеобъемлющее соперничество с Россией, особо озабоченные счетом в этом матче, не собираются отдавать ни очка противнику. В середине ноября в турецкой Википедии разразился похожий скандальчик. Жена украинского посла обнаружила, что, о ужас, в турецкой Вики борщ назван русским блюдом. С большой помпой она отчиталась, что ей помогли сделать правку и исправить такую кошмарную несправедливость, представляющую собой сознательную информационную пропаганду, направленную против нас. Украинский борщ спасен от российской оккупации. Подытоживая, подобное бурление выглядит, конечно, очень жалко. Кажется, кулинария – это последний рубеж обороны, где украинцы еще могут в чем-то посоперничать с Россией. Чей борщ – кулинарная драма с политическим подтекстом.